Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский, и сегодня я покажу вам, как я сортирую фотографии. Вот предварительная папка, куда я сохраняю съемки, ну, либо ежедневно, либо раз в несколько дней, если позволяет карта памяти. Ну, лучше, конечно, делать это каждый день, чтобы на следующую съемку выходить с чистой отформатированной картой памяти. Здесь отсортировка названия файлов папок идет в хронологическом порядке, год, месяц и дата. И внутри этих папок, как вы видите, фотографии не отсортированы. Если мы попытаемся отразить эскизы страниц, то начиная с формата RAW, формата RAW CR3, у Canon уже не показывают превьюшки в Windows. Поэтому можно посмотреть только с помощью специальной просмотровой программы вот эти файлы в формате RAW. И вот эта программа, видите, автоматически у меня используется для просмотра. Она называется Fastone Image Viewer. Вот у меня сейчас не самая последняя версия 7.5, она бесплатная. Вот посмотрите, если глянуть на лицензионное соглашение, то для коммерческого требуется регистрация, а для некоммерческого, для домашнего использования, бесплатно. Вот, сейчас попробую увеличить. F5. Вот. Бесплатно для домашнего использования. И тут мы видим официальный сайт fastone.org, можем на него зайти. Вот. Ну, если мы не знаем официального сайта программы, которую мы хотим установить, то в этом случае можно просто использовать поисковик. Закрыть название программы Fastone Image Viewer, копировали, Ctrl-C вставили, зашли. Здесь, в принципе, вот тот же Google сразу выдает именно сайт, который официальный, но в некоторых случаях может и фейковый быть адрес, поэтому для надежности можно зайти на страницу программы в Википедии и уже отсюда выйти на официальный сайт. Ну, видите, здесь в данном случае совпадает. И вот нас интересует Fastone Image Viewer 7.7. Сейчас мы скачаем экзешный файл для Windows. Видите, русский язык даже есть. И заодно обновимся. Посмотрим, может быть, будет работать еще быстрее. Хотя, в целом, и так, программа достаточно шустрая. Закрываем. Запускаем. Да, вот она сразу закрылась. И нас приветствует мастер установки. Принимаю, установить. Готово. Так, это она у нас сразу, наверное, на официальную страницу. Закрываем, открываем. Запускаем Fastone Image Viewer. Раньше я для просмотра использовал вот эту программу ACDC Photo. Так, сейчас покрупнее сделаю. Вот. Вот эту. Но потом она стала достаточно тормознутой, поэтому я перешел вот на вот эту программу Fastone Image Viewer. И она чем удобно, практически она симулирует проводник Windows. Тоже видите, вот папка с деревом слева. Тоже вот просмотр фотографий в виде эскизов. Но эти эскизы уже формирует сама программа. И самое главное, вот, допустим, в левой части у нас будет пусть Fastone Room, сама программа, а в правой окно Windows. Что все манипуляции можно проводить с файлами точно так же, как и с проводником. То есть, например, если мы действуем внутри одной папки. Вот давайте сейчас создадим здесь тестовую папку. Вот, назовем ее так. Если часть фотографий мы перемещаем. Так, Shift. Выделили серию фотографий. Взяли и перетащили. То, видите, они перетащились сюда. Но это если мы действуем внутри одного жесткого диска, разумеется. То есть, здесь у нас фотобаза, диск J. Сейчас вернем обратно. Вот, а если бы... Ctrl-Home. Если бы мы открыли сейчас другой жесткий диск. Ну, например, вот у нас диск с видео. Здесь создадим тест. А, ну ладно, просто сейчас пару файлов перетащим. Вот, видите, название запомните. Сейчас F5. 27.57, 27.58. Берем два файла, перетаскиваем сюда. То в этом случае они копируются. То есть, здесь они остались. Абсолютно все идентично действиям в проводнике Windows. Точно так же с удалением файлов. Можно выделить часть файлов. Нажать Delete на клавиатуре. И отправить их в корзину. Но я рекомендую, кстати, использовать даже не Delete. Особенно, когда у вас много окон открыты, где, может быть, тоже открыты какие-то файлы. И они выделены. Не Delete, а непосредственно используют этот крестик в программе. Это страхует вас от того, что если у вас активно окно другой папки. И там выделены какие-то файлы, что при нажатии клавиши Delete, вот видите, так сразу не поймешь, что у нас активно вот эта папка справа. Вы нечаянно не удалите файлы вот эти, из этой папки. Видите, 6 объектов. Но это 6 объектов вот в этой папке, а не в этой. А вы тут ни названия не видите, ни адреса. Но мы сейчас удалять не будем. Вот. Если вы нажимаете крестик именно внутри программы удалить, то это гарантированно удаление произойдет вот из того, что вы видите в Fastone и Matchweaver. Поэтому я себя приучил использовать крестик. Но, конечно, само собой разумеется, в случае вот такой оплошности вы всегда можете последние файлы восстановить из корзины удаленной. Итак, фотографирую я с 2000-2000 года, тогда у меня уже был зенит пленочный, до этого были пленочные компактные фотоаппараты. И в основном у меня репортажная съемка. То есть я снимаю серийные съемки птиц и других животных, и много кадров очень похожих. Ну вот как здесь сейчас как раз хороший очень пример. Это тысячные стаи скворцов на отлете. И вот из этого нужно, разумеется, выбрать какие-то кадры, которые следует оставить. И большая часть приемов, которые я буду описывать, они касаются именно этого. Если же речь идет о такой съемке покадровой, когда каждый кадр неспешно выбирается, то там, во-первых, гораздо меньше работы по выбору, а во-вторых, и подход немножко другой, более простой. Я сейчас попробую продемонстрировать. Я смотрю, где нет серийной съемки, где съемка не репортажная, а вот где-то с цветочками, скорее всего. Сейчас посмотрю. А вот бабочки, цветочки. Да, вот тут, хотя и тут у меня почему-то я серийной съемкой отстрелял, видимо, по привычке. Да, тут бабочки тоже у меня в серийной съемке. Сейчас перемещусь еще куда-нибудь. Ну да ладно. В общем, в том случае, если вы каждый кадр просматриваете внимательно, вы просто открываете вот это окно, и смотрите отдельный кадр, увеличиваете на 100%, либо пробелом, либо мышкой нажимаете, ну и непосредственно отсюда можно удалять. Ну вот здесь видно, что сразу кадр бракованный, delete, да, это я на клавиатуре нажимаю, delete, да, ну и постепенно вот так перемещаться. Можно, правда, иногда промахнуться, и тогда придется зайти в корзину и восстановить нечаянно удаленный файл. То есть здесь все просто, но гораздо важнее, когда нужно удалять целые серии фотографий. И вот как я поступаю. Давайте в седового дятла переместимся. Здесь немного поменьше фотографий. Вот раньше я так и делал, то есть тоже перемещался. А, еще на клавиатуре можно, чтобы не отвлекаться на мышку, нажимать слэш на наклонной линии на блоке с цифрами. Вот, и тогда увеличивается. А рядом звездочка над девяткой уменьшается. То есть это 100% приближение, а это звездочка. И стрелочками перемещаюсь между кадрами. Раньше я все равно удалял именно в таком режиме, как я показывал. То есть все в максимальном увеличении. Но вот каждый раз нажать Delete, подтвердить Enter. Это, если там фотографии, вот как здесь сейчас, 44 в папке, то это еще ничего. А если их 1044, то уже достаточно накладно получается. Поэтому внутри папки я создаю, ну, либо папку отбор, либо можно просто единичка набрать, не важно. Ну, назовем отбор. Нажимаем F5, чтобы она... О, нет, не F5. Сейчас у меня F5 срабатывает увеличение. Можно тогда просто выйти и заново зайти, чтобы папка ушла вот сюда вверх. И она же здесь у нас в дереве слева. В принципе, кстати, можно еще предварительно просматривать вот в этом окошке. Оно быстрее загружается. Можно увеличить его и будет покрупнее. Но я предпочитаю делать следующим образом. Открываю первый кадр. Смотрю, что он меня устраивает в целом. Пока еще не знаю, что будет дальше. Но могу так немножко полистать. Вот, ну, хорошо. Чуть-чуть, чуть-чуть лучше третий кадр, да? Второй, второй сам процесс. Ну, допустим, второй, третий можно сохранить. Сохраняю первые два кадра, выделяю первый... Точнее, второй и третий. Shift и выделил два кадра. И перетаскиваю в отбор. Вот это я решил, что меня не очень устраивает. Сразу могу удалить, чтобы на нее не заморачиваться. И двигаюсь дальше. Двигаюсь, смотрю. Ну, вот этот вроде даже поинтереснее кадр. Этот тут глаз закрыл. Ну, так себя. Тут глаз открыт. То есть я запомнил, что первый и третий мне интересны. Я их опять перетаскиваю в папочку отбор. Да, там будут похожие кадры, но мы к этому вернемся чуть позже. А пока продолжаю вот в этом же духе. Все пока повторяется. Ничего интересного. И я двигаюсь вперед стрелочкой. Ну, вправо точнее, на стрелке. На клавиатуре двигаюсь. И смотрю. О, синечка. Лазоревка подлетает. Интересно. Возвращаюсь на кадр влево. Жму Enter, чтобы вернуться в обзорчик. Убеждаюсь, что у меня кадр стоит, видите, на предыдущем. То есть следующая у меня лазоревка. Вот предыдущий. А все, которые были до этого, они все друг на друга похожи и не очень интересны. Я жму клавишу Shift. Жму первый кадр, и у меня выделилась вся эта серия. И я спокойно ее всю удаляю. Удаляю в корзину. Потом я запомнил, что лазоревка подлетающая мне понравилась. Сразу перетаскиваю во двор. Здесь тоже лазоревка подлетает. Сразу тоже перетащу, не глядя. И дальше вернусь в большой просмотр. Так, тут ничего особенного. Подобный кадр. Ага, здесь вот. Смотрите. Вот кадр, и вот кадр. Видно, что я подошел поближе. То есть, как и любой фотоохотник, предварительно делаю серию кадров с большей дистанции. И потом, успокоившись, получив некоторую серию, пытаюсь подойти ближе. И именно так тут и происходит. Поэтому давайте посмотрим, какой-нибудь кадр. Да, неплохой по качеству. Первый был чуть-чуть смазан. Опять с помощью шифров удаляю вот эти четыре. И перетаскиваю в отбор. То есть, вот такой алгоритм. Далее я перехожу вот в эту папку отбора. Могу же здесь еще что-нибудь удалить. Например, сейчас я помню, что там дальше были кадры получше, чем в начале. Вот я сейчас этот удалю. Так, первый тоже удалю. Ну, хотя вот смежные кадры лучше уже будет потом, похожие кадры будет удалять и сравнивать уже в Lightroom. Ну, в принципе, давайте сейчас я продемонстрирую, как будто бы я всю папку просмотрел. И потом вот эти отобранные я перекидываю уже промежуточную папку. Так, давайте сольку закроем. Это у нас, тем более, что видео. Это будет другое. Видимо, это видео посвящено сортировке и названию файлов. И перемещаемся во временную папку. На самом деле, нет ничего более постоянного, чем временное. То есть, тут очень много файлов. И видите, тут все по-русски названо. Очень удобно, в принципе, находить оперативно те кадры, которые еще не обработаны, но уже, по крайней мере, разнесены по виду. Да, я думаю, для большинства людей, которые снимают природу, в первую очередь, живую, очевидно, что оптимальная сортировка – это по виду. Есть исключения, когда нужны какие-то тематические подборки или когда нужно делать сортировку по месту. Скажем, там вы поехали в какой-то заповедник и там все снимали. Но это действительно исключение. А большинство фута ход проходит в каких-нибудь лесопарках или местах рядом с вашим домом. И когда нужно подобрать какие-то снимки, скажем, для книги, в том числе для чужой, для выставки, ну или еще для каких-то задач, все равно удобнее искать именно по видовым названиям. Видовые названия у меня по-русски для себя я пишу вначале родовое имя, а потом видовое. Казарка белощекая, казарка канадская, казарка краснозогая. Это в первую очередь для удобства. Потому что, когда они разбросаны по всем папкам, не по порядку, то есть будет у меня белоглазый нырок в начале, красноголовый где-то в середине, ну и так далее. Это совершенно неудобно. Поэтому вот так лучше делать. Возможно, вам кажется, что иначе. Может быть, еще лучше латынь, но латынь у меня используется уже в конечном варианте размещения файлов. Так, перемещаемся в седого дятла, да, где у нас дятел седой. Тут, видите, уже есть некоторые фотографии и папки, которые уже были когда-то отсортированы. Ну, мы сейчас вот именно папку отбор сюда закинем. Вот так же можно всю папочку закидывать. Видите, она именно переместилась, потому что это тот же жесткий диск. Это я могу сейчас закрыть. И уже полученный результат я могу экспортировать в Lightroom, где буду проводить непосредственно конечное сравнение, конечную сортировку и присваивать мне ключевых слов. Ну, и название самих файлов. Так, вот у нас все открылось. В принципе, тут есть у меня... Давайте-ка сейчас вернемся в птицы. Сейчас она загрузится. Вот, кстати, обратите внимание, как долго загружается Lightroom. И по этой причине эта программа не годится вот для такого быстрого оперативного просмотра и сортировки большого количества фотографий. Так, то есть у меня уже в базе тут есть дятел седой. Вот, она сейчас пока прогрузится. О, даже подвисла. Ну, это нормально для продуктов Адоба. Они очень универсальные, но при этом совсем не шустрые. Так, где у нас седой дятел? Дятел седой. Вот он. Здесь сейчас нет фотографии отбор, потому что они сюда не импортированы. Поэтому мы там нажимаем импорт. Но, кстати, перед этим не обязательно было выбирать дятел седой, потому что он сейчас все равно откроет обзор всех файлов. И вот мы заходим, скажем, в седого дятла. Опять у меня звери открыты. Последний раз я сортировал зверей. Так, а где у нас... А, надо заново раскрыть дерево. Так, так, временно. Птицы. Дятел седой. И вот здесь уже будет папка отбор. Вот она. И вот мы сейчас только эти фотографии импортируем. Да, здесь уже стоят настройки StandMy. Это мой пресет, который я настроил. Вот он там резкость регулирует, подавление шумов. Такое стандартное. Но метаданные ключевые пока добавлять не будем. Делаем импорт. Он сейчас создает превью. Обратите внимание, тоже опять это все очень долго. В отличие от FastOnImageViewer. Ну и давайте здесь все-таки что-то удалим. Вот у нас два файла, например, одинаковых. Для сравнения нажимаем клавишу C. Вот они два рядом. Нажимаем клавишу Tab, чтобы скрыть боковые панели. Вот это кажется такая более классическая. Здесь зато больше S. Ну и самое главное, это нужно сравнить резкость. И для этого на стопроцентное увеличение мы нажимаем и ждем, пока прогрузятся обе фотографии. Вот видите, loading. И поэтому нам желательно как можно меньше оставить дублей, чтобы не тратить на вот это ожидание при вторичной сортировке в Lightroom. Ну вот здесь шумновато немного фотография. Справа кажется чуть-чуть почетче. Ну предположим, что это так. Нажимаем слева вот здесь вот крестик, чтобы удалить. Для того, чтобы фотография сразу исчезала, можно вот здесь в фильтре, в атрибутах, так, поставить, чтобы скрывались вот эти фотографии удаленные. Вот видите, вот сейчас она есть, вот на сером выделено. А теперь убираем, и она исчезает, чтобы она нас не отвлекала. Дальше давайте сравним оставшееся фото. Мы решили, например, что вот это оставляем так. Тут пролетает лазуревка справа, тут она слева. Оба кадра мне нравятся, поэтому я оба оставляю. А вот этот и первый. Я Ctrl зажимаю, нажимаю C и сравниваю первый и справа. Они очень похожи, поэтому я сейчас вот посмотрю опять резкость. Добавлю, например, нажму на клавишу Info, чтобы увидеть, какие были настройки. Вот именно эти смотрю, тут 3200 справа ISO, а здесь 800. Диафрагма одинаковая и разная выдержка в соответствии с ISO. Поэтому, по идее, должна быть более чистая картинка на 800. Ну и, в принципе, это видно. То, что вот здесь фон не такой ребристый, как тут. Вот сейчас я попробую вам еще увеличить. Так, F5. Вот, обратите внимание, тут и справа. Более шумная картинка. Поэтому при прочих равных, вот я сейчас еще посмотрю. Хотя мне справа все равно больше даже нравится. Просто по ракурсу. Сейчас подумаю, подумаю, подумаю. Нет, я оставлю справа. Хотя, если бы вот здесь был ракурс, как слева, я бы, может, остановил. Ну, это такое дело вкуса. Удалил. Теперь, я вот, кстати, перемещаюсь между различным представлением. Допустим, C. Это сравнение двух кадров. Г. Латинские буквы все. Или там G. Ну, я по-немецки говорю G. Это означает перейти в режим сетки. И это можно делать тоже с помощью, с помощью этих, что ли, клавиш. Ой, нет, это второй экран. Зачем я его открыл? Ну, мне привычнее с помощью клавиатуры. Теперь, нажимая комбинацию клавиш Ctrl и Backspace, я захожу и удаляю фотографии, которые я пометил на удаление. То есть, до этого оно было предварительным, внутри программы, а теперь он уже спрашивает подтвердить удаление. Я могу либо удалить из библиотеки Lightroom, либо удалить с диска. Но я убираю с диска. И они полностью удаляются, ну, в корзину. В корзину, то есть... Так, о чем задумался-то? Ой, ой, что-то, что-то... То есть, у него даже какие-то проблемы возникли с удалением. Ну-ка, еще раз. Удалить с диска. Странно. Не может удалить. Ну, да ладно. Теперь, допустим, мы вот все это сделали. Теперь можно быстренько обработать фотографии, перейдя в режим D. А после этого назвать файлы и сохранить. Сохранить в JPEG, чтобы потом можно было это удобно использовать при выгрузке на сайт, при передаче третьим лицам и так далее. Для того, чтобы назвать файлы, я использую, соответственно, специальный файлик Keywords, сделанный в Excel. Где у меня занесены основные названия по закладкам. В первую очередь, вот, птицы. Здесь нахожу... Ну, у меня отсортировано по русским название, поэтому можно либо прикрутить, либо вот выделить столбец, нажать Ctrl-F, дятел. И вот дятлый у нас тут. Седой дятел нас интересует. И здесь можно выбрать сразу латинское имя. Пикус-канус. Копируем. Переходим сюда. Жмем F2. Выделены сразу три файла. Здесь у меня есть настроенное латино-нейм. Это мой пресет. Я его правлю. То есть вначале у меня латинское имя с нижним пробелом. Пикус-канус. Дальше. Год. Дата. Час. Минута. Это для того, чтобы не создавались цифры. Какие там, один, два, три. Ну и кроме того, точная дата и время может быть полезно для тех, кто это смотрит. Потому что любая фотография приобретает научную ценность, когда у нее есть, соответственно, несколько характеристик прописанных. Это дата, место съемки, ну и какие-то дополнительные обстоятельства. Жмем ОК. И теперь вот файлы, которые у нас раньше назывались. Если мы тут опять посмотрим. Вот видите, он три файла переименовал, а этот старый, который на удаление я помятил, он не переименован, потому что он в удаленных. Он переименовал в Пикус-канус 2022 год, март 03.16 и время 12.25. Вот в полдень примерно трапезничал салом самец седого дятла. И здесь мы тоже видим вот это название файла. Тут можно отдельные файлы дополнительно переименовать. Скажем, если я хочу, чтобы в начале шел файл, я могу здесь, например, нолик набрать, нижнее прочеркивание, и он у меня будет самым первым в качестве, например, обложки. Так, ну, мы сейчас этого делать не будем, я сейчас это все-таки уберу. Далее сразу прописываем титул и описание. Возвращаемся сюда. Здесь у нас рядом с дятлом. Да, обратите внимание, у меня тут русское название, потом латынь и английское название. Потом вот эти три названия, кроме того, еще синонимы в дополнительный столбец. Вот эти три названия, они у меня суммируются в одно имя. Так, это вот для ютуба мы сейчас скроем. Скрыть столбец. Чтобы он нас не отвлекал. Вот, тут формула стоит. Видите, сцепить, поставить точку, сцепить, поставить точку. И получается русское название, английское и в скобочках латынь. Копируем отсюда. Видите, название для Lightroom. Птица. Перемещаемся обратно в Lightroom. Пишем в титул. Пишем в описание. Ну и здесь я могу сразу... А, вот я сейчас что неправильно сделал. У меня один файл выделен. Выделен несколько. Пропишем заново. И здесь сразу я могу прописать место. Потому что оно здесь везде одно. Ну, место у меня тоже отдельным... Однельным листом расположено. Это у нас парк Царицыно-Москва. Копируем. Перемещаемся. Я перемещаюсь между окнами с помощью сочетания клавиш Alt-Tap. И рекомендую этого и вам делать. Вставляем парк Царицыно-Москва. Ну и еще тоже можно проставить координаты. Сейчас, по-моему, координат здесь нет. Это раньше в 7D Mark II были координаты. Сейчас проверим. Да, да. Да, GPS Data. Нет координат. Вот этот у нас файлик бестолковый остался. Переходим в Map, в карту. И можно либо перетаскиванием сделать, либо сразу давайте... Сейчас вот Орехово. У меня тут заготовленная область. Чтобы сразу переместиться в нужное место. И я знаю, что я его снимал в сосенках. Это, по-моему, где-то здесь. Вот эти сосны. Где кусок сала я вешал. И перетаскивают эти три файла просто вот сюда. Раз. Где-то тут я его снимал. Ну и, в принципе, все. Присваиваются координаты. Можно их вручную, конечно, прописать. Возвращаемся в обратно. Так, вот этот файл у нас так и не хочет удаляться. Это будет включен, чтобы он скрылся. Так, проверим метаданные. Да, у всех есть координаты. И они вот здесь появились. Это нужно для того, чтобы потом, когда я выгружу, например, на сайт, любой человек... Вот сейчас я открою сайт свой. Мог посмотреть, где сделана фотография. Вот, photoparus.com. Заходим. Ну вот, например, дятел, да? Дятел седой. Это у нас есть. Есть. Давайте посмотрим, где сделан этот кадр. Открыли. C-map. И этот кадр сделан... Ну вот тут, в принципе, написано. Денисово-Пронский район, Рязанскую область. Так, где она точка-то? Чуть не видно. Странно. Ну вот здесь она где-то должна быть. Так, координаты. Координаты правильные. Сейчас закроем. Ладно, сейчас попробуем какую-нибудь другую. Файлики. Это у нас уже будет главный ботанический сад. Так. Ну здесь точка должна стоять. Почему она не отображает-то? Ну-ка, если приложить маршрут. А, вот он теперь точку показал. Странно. Вот, именно здесь был сделан этот снимок. Ну, возможно, примерно здесь. То есть, иногда, если вот как я сейчас присваиваю координаты перетаскиванием, естественно, может быть небольшая погрешность. А если там я снимал на 7D Mark II, вот здесь, то она, эта камера сама может прописывать GPS данные в файл. И я, в общем-то, этим пользовался. К сожалению, вот моей новой камере этого нет. Итак, мы присвоили GPS координаты, названия. И теперь самое главное, это нужно присвоить ключевые слова, чтобы вашу фотографию могли найти. Снова возвращаемся в раздел птицы. И вот у нас дятел седой. Название для Lightroom. Вот, все ключевики. Все ключевики складываются из названия латинского, английского, русского и столбика синоним. То есть, у меня, посмотрим, какие синонимы прописаны по дятлу. Ну, дятлообразные и дятловые. В общем-то, ничего особенного здесь в данном случае не прописано. Но в некоторых случаях можно что-то еще туда добавить. Копируем все ключевики для Lightroom. Переходим сюда. Выделено у меня несколько фотографий. И я спокойно сюда добавляю вот эти ключевые слова. Enter. Здесь вот идут сразу советы. Например, Widlife. Да, давайте Widlife. Mail советует он мне добавить. Действительно, это самец. Уж не знаю, почему советует. Но мы добавим. Но с другой стороны... Да, дикий, дикий. С другой стороны, можно использовать опять-таки наборы ключевых слов, которые у меня есть по животным. И вот они у меня идут такими пачками. Пачками, потому что одно и то же, в принципе, прописывают в схожем фотографии. Например, вот птица, животное, дикий, природа и, соответственно, английский. Я просто копирую это все, вставляю сюда, и оно добавляется. Причем, обратите внимание, что вот у меня вот здесь есть лазоревка, а тут нет. Поэтому я выделяю эти два файла. Возвращаюсь в режим птицы. Ищу здесь лазоревку. Сейчас переместимся. Ключевые русские названия. Ctrl-F, лазоревка. Так, белая нам не интересует. Нас интересует лазоревка обыкновенная. И я сразу беру именно ключевые слова по лазоревке. И для этих двух кадров, вот сюда, не сюда, если я сюда нажму... Ну, хотя, да, сейчас эти два, не важно, но я вот так делаю. Добавляю еще и лазоревку. И теперь вот обратите внимание, если я выделю вот эти все три файла, то часть ключевых слов здесь со звездочкой. Это означает, что они есть не у всех кадров. Вот как раз вот синица, синицевая, это все присвоилось к кадрам, где есть лазоревка. Ну и так далее. Вот сало можно добавить, слово у меня тоже по салу есть отдельное слово. Так, корм, еда, где-то, где-то здесь, наверное. Арахис, семечки. Ну, ладно, проще Ctrl-F, сало. А, вот оно, что я дальше не досмотрел. Хлеб, вот, несоленое сало, жир. Копирую вот этот набор ключевых слов. И сюда вставляю дополнительно вот это. Ну, можно еще кормиться, ест, питается добавить. Ну и достаточно. После этого можно уже фотографии экспортировать. Ctrl-Shift-E. У меня уже есть пресет JPEG 100%, максимальное сохранение, quality 100, без всяких дополнительных обработок. А, ну, как будто я уже их предварительно обработал. Жмем экспорт. Да, друзья, видео, конечно, длинное, я понимаю, и поэтому, если кого-то это напрягает, рекомендую использовать просмотр ускоренный. Там, полтора икс, я иногда такие видео обучающие со скоростью полтора икс смотрю. На ютубе есть такая возможность. Так, что-то он совсем задумался, смотри файлы, что он не может экспортировать. Так, вот. Ну, закрою я свою чудо-табличку пока что. Ну, сохраняй, ничего страшного. А, ну вот я хотел на ютубе продемонстрировать, как просматривается ускоренно. Ну, вот, например, запускаем видео. И здесь у нас... Так, в настройках здесь можно скорость воспроизведения поставить там 1.25, 1.5, 1.75. Я обычно на полтора смотрю, вот таких медленно говорящих, как я. Что я вам могу посоветовать. Ну вот, смотрите, экспортировалась. Теперь это уже в формате JPEG у нас. Фотография уже... Уже ее может любой открыть, даже у кого нет специальных просмотров. Но здесь без обработки, то есть все такое тускленькое относительно. Ну, тоже ничего. И уже после этого я могу вот эти фотографии перемещать в свой основной каталог, который я использую, вот у меня по птицам, это Avis. И здесь вот нет сильного вложения папок, скажем, можно было там по семействам, по отрядам делать вложения. Потому что вот этот путь Windows, вот этот, до папки, до файла, он ограничен. Поэтому слишком длинное название файлов тоже не очень здорово. То есть длина вот эта в символах, она ограничена. По этой же причине лучше использовать цифры и буквы в названии, поскольку они меньше, весит, чем русские. И для того, чтобы все-таки сохранялась какая-то структура, у меня вначале идет большими буквами отряд. Ой, нет. Да, отряд. А потом семейство, по-моему, так. Ничего я не напутал. Сейчас проверим по воробьинообразным. Да, вот название отряда и потом семейство. Например, семейство Славковых или семейство воробьиных. Вот посередая Passer Domesticus, Passer Montaunus, это основные наши виды. И кроме того, для того, чтобы порядок отрядов был, как вот, например, в определителях, в начале там всякие эти гаги, чонги, поганки, а в самом конце воробьинообразные, у меня перед отрядом стоит вот цифра 01. Это позволяет потом при генерировании галереи для сайта. Для сайта своего я использую Джальбум. Сейчас покажу. Вот этот лягушонок. Видите, у меня стоит здесь не обновлять, потому что после какой-то версии он стал плохо присваивать GPS и плохо прочитывать русские ключевые слова. Поэтому вот у меня последняя версия Джальбум 1310. Это, кстати, платная программа. Вот она у меня, я ее покупал. По программе, вот видите, лицензия. Один раз купил и, в общем-то, пользуюсь. Замечательно. И вот здесь у меня галерея по птицам. Видите, все папки здесь есть. И после того, как я добавил новые фотографии, причем, может быть, сразу в несколько папок, я просто здесь нажимаю «Обновить», и у меня генерируется вся галерея. И результат я выгружаю на сайт, и у меня все выглядит не так. Это вот вручную все сделано. А сейчас покажу. Вот если мы зайдем сюда, а потом нажмем «Авис», то вот галерея, которую, в принципе, формирует у меня вот этот лягушонок автоматически. Здесь, видите, порядок именно как в определителях. То есть вначале. Вот они. Идут гагары, по-моему, да, потом поганки, ну и так далее. И сам внизу будут воробьинообразные. Вот они. И для этих целей вот такая структура наименования. Возможно, вы как-то по-другому для себя это сделаете, потому что, например, искать вот не очень удобно, если вы латынь не помните. Тем более есть вот много видов, как у меня. Здесь, видите, практически все виды России. Но это за счет того, что я фотографировал кладки в зоомузее МГУ. А не потому, что я всех птиц в природе сфотографировал. Вот видите, то, что здесь яйца, означает, что фотографий птиц просто нет по данным видам. Ну, а самые ходовые там дрозды, конечно, у меня есть. Ну, а потом, если нужно, я там, например, Парус Майер. И, пожалуйста, это будет папка с большой синицей. Здесь фотографии уже все названы. Внутри, кстати, у меня дополнительно может быть сортировка по каким-то ключевым моментам. Вот видите, Bird's Feeding в начале. Animal Isolat это означает на белом фоне, в полете, гнездо. То есть, чтобы файлы как-то сортировались. Тем более, что гнезда у меня все пронумерованы. Вот, например, видите, Nest 1506033. И, соответственно, когда я нахожусь в Lightroom, если бы у меня тут были гнезда... А, ну, давайте посмотрим какую-нибудь папку, где у меня гнезда есть. Скажем, какой-нибудь дрозд-ребильник, который я давно не обрабатывал. Вот, здесь куча гнезд разных. Я, когда какие-то гнезда переименовываю... Давайте, вот, от рыбацкого места. Так, отключим вот это. Видите, здесь пока файлы не названы. После того, как я назвал вот эти файлы дроздом, я потом жму F2 еще раз. И жму приписка спереди. И здесь, видите, по умолчанию стоит Nest. Я жму Edit. И вот здесь Nest 001. Я вот здесь номер заменяю на реальный. И тут я вижу номер 160416-5. Это означает, что в 16-м году, 16 апреля, было найдено гнездо. И в течение суток это пятое по счету. Ну и вот, за этот уникальный номер я сюда прописываю. Чтобы все фотографии одного конкретного гнезда, независимо от даты съемки, они шли друг за другом. Ну, чтобы можно было проследить там хронологию развития событий, как там птенцы вылупились и так далее. Вот это такие дополнительные заморочки, связанные со съемками у гнезд. Хоп. Закрываем. Ну и они отображаются в результате. Вот видите, здесь гнездо 150416-1. Это в естественном дупле. Это одно гнездо. 1506033. Это вот в синичнике другое гнездо. И вот по нему фотографии целая куча. И так далее. Для этого, соответственно, тоже применяются вот такие приписки спереди. Но еще раз повторюсь, увлекаться такими длинными названиями файлов не стоит, из-за того, что могут потом возникнуть проблемы к доступу к файлу, потому что будет слишком длинный путь. Ну, а самое главное, вот здесь получается, я могу легко подобрать нужные фотографии, если у меня кто-то запросит, например, синицу большую, скажем, для выставки, для книги. Для сайта, ну или для чего-то еще. Все это, в принципе, то, что касалось подхода к структурированию по видовым названиям. Единственное, что еще хочу добавить, это вот такая, возможно, у вас возникнет необходимость. Поначалу, это создание вот такого количества папок. Потому что вручную это делать не очень удобно. Вот видите, куча, куча, куча папок с такой единой системой названия. На самом деле, вот такие пустые папки заранее можно создать, используя вот такую программу, которая называется Advanced Renemered. Сейчас я запущу. Тут есть возможность переименовывать папки. Создаем, например, давайте вот здесь создадим папку. Внутри нее создаем кучу папок. Пустых. Ну и таких вот можно много сразу наделать. И мы хотим, например, чтобы они все назывались определенным образом. Для этого, скажем, опять-таки в Excel создаем необходимую структуру. Так, заходим. Ну, взять тех же птиц. Вот, например, не хотим мы такие длинные названия, как у меня вот тут с припиской спереди из отряда. А мы хотим, чтобы были по-русски названия. Мы копируем, например, какой-нибудь список. Вот так. Вставляем в текстовый файл. Давайте тоже вот здесь сюда вставим, чтобы не сильно далеко ходить. Текстовый документ. Не важно название. Вставляем сюда из Excel. Сохраняем. Вот так они должны идти. Закрываем. И теперь переименовываем папки. Можно перетащить, можно открыть. Давайте перетащим. Тест. Так. Раз. Потащили сюда. Закинули. Окей. Нет, о чем он не перетащил-то. Добавить файлы. А, добавить папки. Надо было галочку поставить. Что-то расслабилось. Так, здесь уже, видите, стоит некоторые наборы. Мы это сейчас все отключаем. Пока что переименовываем нет. И жмем добавить метод. И выбираем список. А список нужно загрузить. Вот сейчас мы его загрузим. Заходим в SSD. Вот он у нас уже готов. И вот обратите внимание, что по этому списку он начинает переименовывать файлы. Ну и заканчивает, когда закончится вот этот список. Поэтому желательно, чтобы количество папок было изначально больше, чем сам список. Все, жмем запустить. Запуск. Готово. Перемещаемся в папку тест. И видите, здесь у нас появились вот эти папки пустые, названные по списку. Очень быстро, очень удобно. Лишнее мы просто удаляем. Ну и у нас вот готова такая балланка. Все, в принципе, это вот видите дополнительной программы. Я, кстати, ее еще использую для того, чтобы пакетно переименовывать файлы, дописывать, что-то удалять, перемещать. Вот видите, кучу настроек, которые я уже сделал. Но они все касаются переименовывания файлов в видео. И об этом я поговорю в следующем ролике по сортировке и именовыванию файлов в видео. А на сегодня все, кто досмотрел, тот молодец. Ну а что поделать? Это такая рутинная работа. И, возможно, вы как-то иначе подходите к сортировке своих фотографий и у вас есть какие-то дополнительные секреты по ускорению процесса. Я буду крайне вам признателен, если вы об этом сообщите. Да, вот еще хочу добавить, что видите, вот здесь у меня в названиях первичных папок. Кстати, это еще относительно немного папок, которые еще не обработаны. Фактически у меня бывает гораздо, гораздо больше. Ну и плюс еще часть фотографий, они разбросаны вот здесь внутри по видам, но и внутри папок по видам, они тоже требуют сортировки, но взять те от того же там, да даже, по-моему, варакушку, какой-нибудь там, нет, не муравейника, каменного дома, а вот, у меня тут есть фотографии GoPro, которые вот тоже требуют рутинной сортировки, видите, кучу фотографий однотипных, потому что в таймлапсе, в режиме таймлапс снимает камеры. И тут вот без пакетного удаления вообще никак не справиться, потому что видите, я вижу, что тут вообще нигде нет птицы. И смотрю, смотрю, вот появляется самец, а вот до его появления раз выделяю, сразу shift, жму delete и удаляю. В общем, если у вас есть какие-то другие алгоритмы, которые позволяют ускорить вот эту рутинную, но необходимую работу, причем кроме вас, как правило, ее никто не сделает, обязательно пишите в комментариях, друзья, буду крайне признателен. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok